Добрый день, уважаемые студенты! Предлагаю вашему вниманию лекцию биохимия липидов. Мы познакомимся с характеристикой метаболизма липопротеидов и изучим особенности внутриклеточного метаболизма липидов. Поддержание представлено на этом слайде, но позвольте на нем не останавливаться. И начнем с первого пункта. Переваривание липидов – роль желчных кислот. Как и любые другие нутриенты и субстраты биологического окисления, липиды проходят три стадии. Первая стадия – это расщепление на относительно небольшое количество мономеров. В данном случае липиды и главный компонент жиры расщепляются на глицерин и жирные кислоты. На второй стадии образовавшиеся мономеры превращаются в унифицированные метаболиты. Глицерин входит в гликолиз через три фосфоглицериновые альдегиды, в то время как жирные кислоты проходят дальше в митохондрию. И там наступает третий этап – катаболизм унифицированных метаболитов до углекислого газа и воды с выделением полезной конвертируемой энергии. Жирные кислоты расщепляются до ацетилклонзима А, который входит в цикл трикарбоновых кислот, и далее подвергаются превращениям, приводящим к образованию АТР. Строение липидов, напомню, это органические вещества, разнообразные по составу и строению, но объединенные в группу по следующим признакам. Они не растворимы в воде и растворимы в органических растворителях. На строение и на формулах этих соединений мы останавливаться не будем. Этого должны помнить из курса биорганической химии. Переваривание липидов в желудочно-кишечном тракте может начинаться и в ротовой полости, где находится липаза языка. Но значение липаза не очень велико. В желудке имеется кислая липаза, секретируется клетками слизистой желудка, ее оптимальная флаж вискак нейтральная. Эта липаза также малоактивна у взрослых людей. В 12-перстной кишке и тонком кишечнике начинается основной процесс переваривания триглицеридов под действием панкреатической липазы и коллипазы и с участием желчных кислот. Свободные жирные кислоты и моноциуглицерозы, которые образуются в этом процессе, всасываются в составе смешанных лицов. Итак, более подробно о эмульгировании жира и роли желчных кислот. Как видно на этой картинке, желчные кислоты обладают структурой, похожей на холестерол, и имеют две части – гидрофобная сторона и гидрофильная сторона. И благодаря этому строению происходит эффективное эмульгирование жиров, то есть дробление крупных липидных частиц на более мелкие. Этому же способствует и перистальтика кишечника, выделение углекислого газа и, конечно же, желчные кислоты. Ферментативный гидролиз осуществляется липазами. И основной фермент – это панкреатическая липаза, которая также называется триоцилглицероллипаза, активируемая желчными кислотами. Под действием этого фермента от триглицеридов отщепляется последовательно по одной жирной кислоте и образуется сначала диоцилглицерол, а затем моноцилглицерол. Особенность этого фермента – это активация белком колипазой. Только в том случае, когда липаза активируется колипазой, начинается ферментативный процесс. И в моноцилглицероле жирная кислота остается во втором положении. Как мы уже говорили, большая часть моноцилглицерола всасывается в виде смешанных мицелл. В состав смешанных мицелл входят жирные кислоты – холестерол, моноцилглицерола. И эти структуры обладают гидрофильной поверхностью и гидрофобным ядром. Их размеры в 100 раз меньше эмульгированных жировых капелек, и они легко проникают внутрь клеток кишечника. Жирные кислоты с короткой углеводной цепью, числом атома углерода меньше 12, и глицерол гидрофильный и могут свободно всасываться в кишечнике, потом попадать по портальной вене в печень. Фосфолипаза также участвует в гидролизе липидов, так как в состав липидов входят еще и фосфолипиды. Фосфолипазы расшепляют фосфолипиды на высшие жирные кислоты, глицерол, остаток фосфорной кислоты, а также холинсерин или этаноламин. Как мы видим на этой схеме, могут быть фосфолипазы А1, А2, фосфолипазы С и Д. Если фосфолипаза А1 отщепляет жирную кислоту в первом положении, то фосфолипаза А2 жирную кислоту отщепляет во втором положении, в то время как фосфолипазы С и Д отщепляют остальные компоненты фосфолипидов. Яды змей, кобры, грызы содержат высокоактивную фосфолипазу А2, и под действием этого фермента в крови образуются лизофосфолипиды, лизофосфатидилхолин и лизофосфатидилатаноламин. Эти вещества токсичны и обладают сильным гемолитическим действием, то есть вызывают разрушение мембран клеток и гемолит эритроцитов. Эстеразы также участвуют в переваривании липидов. Эстеразы катализируют гидролиз эфиров жирных кислот с короткой цепью. Например, холестерол эстераза, механизм действия показан на этой схеме, теряет жирную кислоту и превращается в холестерол. Эфиры холестерола в пищи гидролизуются ферментом холестерола с эрразой, фермент образуется в поджелудочной железе и секретируется в кишечниках. Затем продукты гидролиза всасываются в составе смешанных мицел. Далее в кишечнике происходит ресинтез триоцилоглицерола, фосфолипидов и эфиров коглистерола. То есть этим объясняется, почему триглицериды не расшепляли до глицерола и жирных кислот, так как после всасывания наступает этап ресинтеза. Здесь могут быть два пути. Из два моноацилоглицерола или из глицерола. Как вы видите, левый путь это синтез из глицерола, гораздо более длинный, требующий больше количества ферментов. В то время как из моноацилоглицерола путь гораздо короче, то есть быстрее происходит ресинтез триглицеридов. Молекулы холестерола превращаются в эфиры, реагируя с ацилкоэнзимом А. Эту реакцию каталипирует фермент АХАТ, ацилхолестерол, ацилтрансфераза. Реакцию вы видите на этой схеме. Итак, мы можем еще раз посмотреть этапы переваривания и всасывания жиров и узнать, какую роль в этом играют гормоны желудочно-кишечного тракта. Обратите внимание, в полости тонкого кишечника жиры из пищи превращаются в эмульгированный жир. Затем продукты гидролиза в виде смешанной мицеллы попадают в клетки кишечника, где происходит ресинтез триглицеридов. И далее триглицериды и другие компоненты липидов упаковываются в липопротеидные частички, называемые хиломикрона. И в этом процессе принимает участие такой гормон, как холецистокинин. Холецистокинин вызывает сокращение желчного пузыря, стимулирует секрецию пищеварительных ферментов клетками поджелудочной железы. Другой гормон, секретин, стимулирует секрецию бикарбоната. Итак, следующий пункт нашей лекции – это транспортная форма липидов в крови. Вы видите сокращение, но я сейчас обо всем расскажу подробнее. Это липопротеиды. Общая структура липопротеидов плазма вы видите на этой картинке. Они состоят из липидной фракции и белковой фракции, имеют сферическую форму. В ядре, в центре, имеются триглицериды и эфирохолестерина, как наиболее гидрофобные компоненты. Снаружи липопротеиды покрыты монослоем холестерола и фосфолипидов. Также имеются белки, которые будут носить название белки или апопротеины. У этих белков есть гидрофобные домены и гидрофильные домены. Гидрофильные домены ориентированы наружу, в то время как гидрофобные в сторону липидов. Липопротеиды плазмы крови разделяются на хиломикроны, их диаметр от 90 до 1000 нм. Липопротеиды очень низкой плотности Lp-Unp 30-90 нм. Липопротеиды промежуточной плотности 25-30 нм. Липопротеиды низкой плотности 20-25 нм. И липопротеиды высокой плотности 7,5-20 нм. Вы видите, что их размеры постепенно уменьшаются. Характеристика липопротеидов, как вы видите на этой картинке, это не только уменьшение размеров, но и увеличение их плотности. Наименьшая плотность у хиломикронов, наивысшая плотность у липопротеидов высокой плотности. На этой таблице мы видим, как увеличивается плотность от самой меньшей 0,93 до наивысшей 1,21 у липопротеидов высокой плотности. Соответственно увеличивается и доля белка от 2 до 45% в ряду этих липопротеидов. Фосфолипиды также увеличиваются, холестерол свободный слегка увеличивается, потом снижается эфир и холестерина также увеличиваются, уменьшаются. В то время как триатроглицеролы последовательно уменьшаются. Разные липопротеиды содержат разные апобелки, о их роли мы расскажем более подробно. Функции липопротеидов. Во-первых это транспорт экзогенных липидов, то есть тех, которые мы получили с пищей. Этим занимается хиломикрона. Хиломикрон транспортирует экзогенные липиды через лимфатическую систему в кровоток. Иначе говоря от кишечника липиды не идут по воротной вене в печень, а направляются в лимфатическую систему и далее через некоторое время начинают попадать в кровеносное русло. Эндогенные липиды транспортируются всеми остальными липопротеидами. Это липопротеиды очень низкой плотности транспортируют синтезированную в печени эндогенные жиры, холестерол и конечно же фосхолипиды. Липопротеиды промежуточной плотности, которые транспортируют синтезированные печные эндогенные жиры и холестерол. Липопротеиды низкой плотности переносят холестерол к каням. И липопротеиды высокой плотности обеспечивают доставку белков на другие липопротеиды и обратный перенос холестерола от тканей в печень. Итак, еще раз таблица, которая показывает общую характеристику апопротеинов в составе липопротеидов в плазме крови. Подробно мы здесь останавливаться будем только на некоторых моментах Это роль апобелков и какую роль они играют В липопротеидах высокой плотности и в хеломикронах важную роль играет фермент липопротеид липаза Этот фермент будет активироваться апобелком С2 То есть его молекулярная масса 8800 и он активирует вне печеночную липопротеин липазу В то время как лицетин холестерола цилтрансфераза будет активироваться апобелком АПА1 Белки В48 и В100 будут характерны для разных липопротеидов В48 для хеломикронов и обломков хеломикронов, их иначе называют еще ренантные хеломикроны Это характерный апобелок для этих липопротеидов В то время как для липопротеидов низкой плотности, очень низкой плотности и промежуточной плотности характерен апобелок В100 Оба этих апобелка кодируются одним и тем же геном Но в хеломикронах, в энтероцитах этот ген экспрессируется не на все 100%, а всего лишь на 48% Поэтому такое обозначение АПАВ100 и АПАВ48 будут узнаваться соответствующими рецепторами на клетках печени и других тканей Но только в том случае, если они будут соединены с апобелком Е Как мы видим, АПАВЕ встречается и в ЛПОНП, и в ЛПВП в хеломикронах и в обломках хеломикронов Это леган для рецепторов, взаимодействующих с обломками хеломикронов Другие апопротеиды, как вы видите из этой таблицы, могут выполнять и иные функции В том числе ингибирующие, активирующие и так далее Третий вопрос Внутриклеточный обмен жирных кислот Синтез жирных кислот и бета-окисление жирных кислот Итак, еще раз рассмотрим метаболизм жирных кислот в организме Образуются жирные кислоты из глюкозы, либо в результате липолиза То есть гидролиза 3-ацилоглицеролов И используются, утилизируются в процессах альфа, бета, омега-окисления Могут депонироваться в форме 3-ацилоглицеролов Участвовать в синтезе фосфолипидов и сфинголипидов Бета-окисление жирных кислот Этот процесс протекает в аэробных условиях Может происходить во многих органах и клетках Кроме эритроцитов, которые не имеют митохондрии А также не проходят в клетках нервные системы Так как жирные кислоты не проникают через гематоэнтисфолический барьер Процесс происходит циклический То есть путем последовательного отделения двух атомов углерода в виде ацетилкуа И таким образом число циклов зависит от общего числа атомов Иначе говоря, длины жирной кислоты Один из основных источников образования АТФ По механизму окислительного фосфорилирования Это как раз и есть бета-окисление жирных кислот Как же происходит перемещение жирных кислот из крови в клетки? В крови жирные кислоты обычно транспортируются с альбумином Затем возле клеток они освобождаются от альбумина Проникают в цитозоль После этого происходит внутриклеточная активация жирных кислот Путем связывания этих жирных кислот с коэнзимом А Ацилкуа синтетаза, фермент, реакция, которая показана на этом слайде Находится как в цитозоле, активирует жирные кислоты длинной цепи Так и в матрице митохондрии Активирует жирные кислоты с короткой и средней цепью И обратите внимание, что при активации жирной кислоты Образуется ацилкуа и АТФ расщепляется на АМФ и перофосфат Перофосфат затем очень быстро гидролизуется ферментом перофосфатазой С образованием двух остатков фосфорной кислоты Превращение АТФ в АМФ необходимо для обеспечения необратимости данной реакции Транспорт жирных кислот с длинной углеводородной цепью Через мембраны митохондрии показано на этом слайде У митохондрии имеются две мембраны Наружная и внутренняя И на каждой из мембран имеется по одному ферменту На наружной мембране имеется фермент карнитин ацилтрансфераза-1 Которая превращает жирную кислоту ацилку энзима А в ацилкарнитин И причем, обратите внимание, ацилкарнитин уже располагается в межмембранном пространстве На внутренней мембране митохондрии этот ацилкарнитин подвергается действию второго фермента Называется он карнитин ацилтрансфераза-2 Но еще имеется один фермент карнитин ацилкарнитин транслоказа Который транспортирует ацилкарнитин через внутреннюю мембрану Итак, фермент карнитин ацилтрансфераза-2 Катализирует перенос ацила на внутренний митохондриальный каэндин А И теперь мы видим, что ацилкарнитин превращается в ацилко А Но уже в матриксе митохондрии Бета-окисление, как мы уже сказали, происходит циклично Протекает матриксе митохондрии За один оборот длина жирной кислоты уменьшается на 2 атома углерода И повтор цикла происходит до полного распада жирной кислоты на двухуглеродные фрагменты В этом процессе принимают участие ферменты ацилкоадогидрогеназа, еноилкоагидротаза, бета-гидроксиацилкоадогидрогеназа и тиолаза Вот эти процессы Жирная кислота ацилкоа подвергается сначала фат-зависимому окислению с помощью ацилкоадогидрогеназы Образуется двойная связь транс-положения Транс-дельта-2, еноилкоэнзим А Затем по двойной связи происходит гидротация с помощью фермента еноилкоагидрогеназы И образуется бета-гидроксиацилко А Затем следующий фермент, третий фермент, надзависимая бета-гидроксиацилкоадогидрогеназа Окисляет связь между углеродом и гидроксильной группой с образованием кетогруппы Образуется бета-гидроксиацилкоэнзим А И далее уже четвертый фермент, тиолаза, отщепляет ацитилкоэнзим А И остается жирная кислота, укороченная на два атома углерода Зная этот процесс, можно достаточно легко рассчитать энергетический выход бета-окисления жирной кислоты Итак, в каждом цикле реакции ацилкоэнзим А укорачивается на два атома углерода То есть образуется одна молекула ацитилкоа И кроме того, в цикле бета-окисления, как мы видим, образуется одна молекула ФАДАЖДА Одна молекула над-АЖ и одна молекула ацитилкоа Число циклов мы можем рассчитать по следующей формулы Длину жирной кислоты делим на два и отнимаем один При окислении каждого над-АЖ дыхательной цепи, как мы помним, образуется 3 АТФ А ФАДАЖДАЖДА, 2 АТФ Так как электроны поступают в дыхательную цепь на уровне коэнзима-Кю Баланс или энергетический эффект одного цикла бета-окисления Таким образом будет составлять пять молекул АТФ То есть одна за счет ФАДАЖДАЖ, вторая за счет над-АЖ Число циклов мы умножаем на 5, получаем общее количество АТФ, образуемое только за счет этапов бета-окисления. Теперь надо рассчитать энергобаланс от окисления ацетилкуа. Количество образующихся молекул ацетилкуа будет равно количеству атомов углерода в жирной кислоте, деленным на 2. И таким образом ацетилкуа, каждая молекула окисляется в цикле крепства и при окислении одного ацетилкуа образуется 12 молекул АТФ. Суммируя все это и вычитая одну молекулу АТФ, которая была затрачена на активацию жирной кислоты в начале всего процесса, мы можем дать общее количество АТФ, образуемым при окислении. На данном слайде пример расчета энергетического баланса бета-окисления пальмитиновой кислоты. Итак, давайте посмотрим вместе. 16 атомов углерода, то есть должно получиться 16 делим на 2, 8 молекул ацетилкуаэнзима А. Количество циклов бета-окисления будет 8-1, 7. И вот мы это здесь видим. 7 каэнзимов А, 7 фад, 7 над превращаются, соответственно, в 7 молекул фад-H2, 7 молекул над-H и 7 протонов. Давайте считать вместе. Каждая фад-H2 это 2 АТФ, каждая над-H 3 АТФ и каждая ацетилкуаэнзима А это 12 АТФ. Таким образом, количество циклов бета-окисления 7, 2 плюс 3, 5, то есть получается у нас 7 и в 5, 35. 8 молекул ацетилкуаэнзима А умножаем на 12, как вы помните, это энергобаланс одного оборота цикла Крепса. И получаем 96. 35 плюс 96, 131 и отнимаем 1 АТФ, которая использовалась на активацию. Таким образом, чистый энергетический выход для окисления полиметиновой кислоты будет 130 молекул АТФ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok